Всем шалом, добрый вечер. Мы сегодня продолжим разбирать мукцы, и мы пойдем к следующему мукцы, то есть к следующему из разновидностей мукцы. Причем эта разновидность, она уже, скажем так, между мукцей и не мукцей, но сейчас мы поймем. Мы будем сегодня говорить то, что называется «клишим лахто лейсу», или как это на русский переводится, «предмет, инструмент, с помощью которого делают запрещенные веры, предназначенных запрещенным действием шаббата». В принципе, речь идет о всевозможных предметах и инструментах, которыми обычно делают запрещенные вещи в шаббатах. Например, молоток, ножницы, иголка, плоскогубцы, телефонная книжка, например, старая, то есть не электронная, и так далее, и так далее, и так далее. Дело в том, что все эти вещи предназначены для того, чтобы делать с помощью них всевозможные действия, которые запрещено делать в шаббатах. И поэтому они являются мукцами. Но, с другой стороны, из-за того, что они... То есть с ними возможно также делать разрешенные вещи в шаббат, например, молотком, как мы говорили, колоть орехи, плоскогубцами открывать кран, у которого снесла, то есть сам кран, чтобы его можно было открутить, и так далее, и так далее, то, в принципе, человек не до конца от них отказывается в шаббатах. То есть, в принципе, они не до конца у него выведены, скажем так, из рамок использования этих вещей в шаббат. И таким образом мудрецы постановили, что у них, скажем так, очень интересный статус. Их статус, скажем так, они, с одной стороны, мукцы, но не совсем. То есть, в принципе, если этот предмет, есть опасность, что он потеряется или испортится, то его передвигать нельзя. То есть в шаббат. Он мукцы. Но если нам нужен этот предмет для разрешенного действия, то, что называется алицорах-буфо, его можно взять и передвигать. Или, когда нужно место, на котором он лежит, то его тоже можно передвигать, называется алицорах-мекумо. То бишь, если я скажу это на иврите, то на иврите звучит так. То есть, да, в михлищем рафтолье-сур можно передвигать алицорах-буфо-умекумо, то есть для его использования разрешенного или для его места, но запрещено ля-зизо-мехамале-центу, то есть двигать его с солнца в тень, то есть, если там есть проблема с портностью и так далее, и так далее. Это базисная галаха. Теперь из этого выходит, что все те вещи, то есть, да, получается, то есть, да, тех вещей, у которых нечего делать с ними для разрешенного действия, то есть, например, возьмем всевозможные инструменты и предметы, у которых нечего с ними делать, то есть разрешенного, то получается, они будут запрещены, каплю по эмукса, то есть, да, нельзя будет передвигать, даже если мы вдруг придумаем, что с ними делать, разрешенного, или они занимают место, которое нужно освободить от них. И действительно, то есть, есть такие предметы, допустим, есть предметы, которые, ну, нечего с ними делать разрешенного, никакого предназначения в шаббат для них нет. Несмотря на то, что они не камень там, не что-нибудь такое, которое, по сути, мукс, а предмет. И действительно, то есть, Вархот Шурхан в конце книги пишет, что по мнению Маора их запрещено передвигать, то есть, у них нет вот этого закона клеща милахто лейсо, что для их места, для использования их для разрешенного можно двигаться. И так написал Рабья Кивейгар, как написал Примагетин, Хазуныш и так далее. С другой стороны, Маген Абрам говорит, что ничего подобного, можно облегчить с этим. Они входят в статус инструментов, то есть, да, и в принципе, их можно использовать. Так считают, кстати, Шурхан Рухарапус, Муразакен, Мишнабурра и так далее. И, например, то есть, смотрите, возьмем, то есть, пример, какой может быть вещь, которой по-настоящему в шаббат с ней делать просто нечего. Возьмем подсвечники, не серебряные, но очень дорогие, не зажигали свечи в шаббат. Если на этих позвольщиках не было свечей в шаббат, то в принципе, они что? Они предмет, аксессуар, который используются для запрещенного действия сжигать на нем свечи. На нем свечей не было, запрета не было. По этой причине, их статус кличем и рахтоли и сух, то есть, да, предмет, аксессуар, предмет, который для запрещенного действия в шаббат. То есть, что на них огонь должен гореть, и поэтому не поедись над самым. Но, с другой стороны, что можно сделать с этим подсвечниками в шаббат? Кроме как подсвечниками быть. По идее, ничего. Я не думаю, что вы захотите им гвозди забивать, что тоже, кстати, запрещено, или не знаю, масло масло, и орехи вы тоже колоть подсвечниками, наверное, не будете. По этой причине, делать с ними нечем. И казалось бы, то есть, вот их нельзя будет переносить, потому что, даже если они будут стоять и мешаться, то есть, на каком-то месте, они будут как обыкновенцы. С другой стороны, Раму Шифанч разрешил это делать по причине того, что это аксессуары. В конце концов, это не что-то такое, что вообще никакого использования у него нет. И поэтому у него тот же самый закон Клиши Милахто Ли Ису. По-настоящему нужно понимать, нет ни одного предмета, аксессуара, которого нельзя в Шаббат использовать. Даже вот эти подсвечники, я могу сделать, и что с ними сделать? Положите их и на ворох бумаг, чтобы бумаги не улетали. То есть, да, вот уже разрешенное предназначение в Шаббат, чтобы они стояли на ворохе бумаги, чтобы бумагу ветер наразносил. Таким образом, на Галаху, да, то есть, приходит так, что, в принципе, закон мукцы, это закон мудрецов. И таким образом, из законов мудрецов подход разрешающих всегда будет, скажем так, преимущественным, потому что у нас есть правило. Если мы запрет Торы, то мы устражаем запрет мудрецов, мы облегчаем. И таким образом, мы не будем сейчас проверять каждый инструмент, каждый предмет, как же аксессуар, а можно ли ему придумать разрешенное действие в Шаббат или нельзя. И таким образом, будем решать, можно ли его перенести, если он, допустим, лежит у нас на диване, а мы на этот диван сесть хотим, он нам мешается. И так далее. А в принципе мы берем любой предмет, которого есть применение, нормальное в будние дни, хотя оно для запрета в каком-то смысле, то есть молоток и так далее, то мы его разрешим переносить ради его, самого его использовать для разрешенного действия или для его места. потому что всегда можно максимум любым предметом использовать его для того, чтобы положить на, как тяжелую вещь, на ворох бумаг, чтобы его не разнесло в этом. Вот он уже разрешенное при использовании в Шаббат. Любой предмет, потому что. Окей. Это глобально. Теперь давайте разбираться, что такое, как мы сказали. Есть у нас два, то есть это мукцы, то есть переносить его просто так нельзя, но если это лицорых гуфо, то есть ради его использования или лицорых макумо ради его места, то переносить можем. Теперь давайте разберемся, что такое лицорых гуфо и что такое лицорых макумо. И начнем мы лицорых гуфо. Итак, что такое лицорых гуфо, то есть ради его использования. Имеется в виду, что для того, чтобы его использовать, очень просто, мы уже объясняли, то есть как бы глобально это уже, что это для того, чтобы использовать для разрешенных нужд. Например, как мы сказали, взять молоток для того, чтобы сделать, то есть разбить орехи, то есть бить орехи и так далее, колотироваться. Или, например, взять ножницы для того, чтобы отрезать, сделать надрез на пакете молока, чтобы пить молоко. То есть взять для этого ножницы в шабад. Или, например, взять иголку для того, чтобы вытащить занозу. Кстати, по поводу занозы. Занозу в шабад, допустим, вытащить можно, кто не знает. Несмотря на то, что может быть кровь пойти, это проблема, но из-за того, что заноза – это опасно, и она может загнивать и так далее, то в шабад ее можно вытащить, и тогда иголка, получается, используемая иголки, будет использована для разрешенной вещи. Или, например, мы сказали взять плацебупцы, чтобы закрутить кран, у которого нет краника, за что взяться. И так далее, и так далее. Это называется применение. Вот это есть ли 40 букв? То есть для того, чтобы использовать по назначению для разрешенного действия. Теперь, вопрос, который мы сейчас берем по этому поводу. Все хорошо и замечательно. А если у меня для того же действия есть что-то, что не является мукцией, то есть не является запрещенным предметом? Например, у меня есть специальный, то есть, скажем так, щелкунчик, то есть тот, который мне будет дробить орехи, и он для этого предназначен. Мне молоток не нужен по этому поводу. Могу ли я взять все равно молоток? Или, допустим, у меня есть, я могу ножом срезать уголок у пакета с молоком. С молоком могу ли я в любом случае использовать для этого ножницы? То есть вопрос, то есть, если у меня есть другой выход, можно ли мне использовать то, что называется клишер автолизм? То Сеффак Шаббат считает, что можно брать предмет, то есть аксессуар, который предназначен для запрещенного действия, для того, чтобы его использовать или его место, когда нужно. Даже если рядом с ним есть предмет, аксессуар, разрешен изначально, и можно было бы использовать им его. Но, если какое-то действие можно сделать руками, без вообще предмета, без какого-либо инструмента, то тогда, говорит Сеффак Шаббат, что запрещено использовать вообще, то есть какой-то аксессуар, или какой-то предмет, то есть какой-то инструмент. Но, если человеку в любом случае нужен инструмент для того, чтобы сделать разрешенное действие, то тогда можно брать, хочешь, то есть бери молоток, хочешь, бери щелкумчиков, или дробилку ореха. Хочешь, бери нож, резать молоко, пакетик молока, хочешь, бери ножницы. То есть можно и то, или то. И так считает Минухата Габа, и так привел Рава Цхак Юсэ, и ухут Юсэ. С другой стороны, это все хорошо, потому что ты сейчас привел к Сефарске, вообще пустим. Мишнабрура, с другой стороны, говорит, он говорит, что если у человека есть возможность сделать то же самое действие предметом, изначально разрешенным, который не входил в статус мукцы, который не является предметом, который обычно используется для запрета, то тогда запрещено использовать клиши Милахту Ли Ису. То есть тогда мы берем действительно разрушенный предмет, так написал Капахайм, так написал Шмират Шабад Килхата и Урхот Шабад. Таким образом, если у вас есть молоток, но в то же время у вас есть, скажем так, дробилка, то что будут дробить орехи, то вам нельзя брать молоток, вы должны взять эту вещь, которая дробит орехи. Но если, допустим, у вашего соседа есть дроби, то что дробит орехи, а у вас его нет, у вас только молоток, вам к соседу уже идти не надо, для того чтобы попросить, попросить у него щелкунчика, так называемый, чем вы подробите орехи. Вы можете взять свой молоток. То есть, в принципе, весь запрет будет тогда, когда в вашем, то есть у вас в ближайшем, скажем так, в окружении, то есть в вашем доме, в вашей квартире рядом с вами есть другой предмет, который был, он изначально разрешенный. Когда же вам для этого нужно, скажем так, прикладывать усилия, отстать с дивана и пойти к соседу в гости попросить, то тут уже можно этого не делать. На чем это построено? Почему запрещено? Какая разница? То есть, да, сейчас этот предмет, его же не запретили для использования, для разрешенного действия. Почему тогда я должен делать какое-то предпочтение? То есть, мы же вошли уже в зону разрешения. Шарат Сьюн объясняет, что у нас есть по этому поводу гмаравка, откуда мы, то есть гмаравка, с которой мы учим вот этот вот запрет. Он говорит, там есть рассказ, там есть такое действие по поводу жертвоприношения. Жертвоприношение дело в том, что нужно было делать. Нужно брать, были такие, как бы палки такие, на которых вешали тушу, жертвоприношение, для того, чтобы содрать с нее кожу. То есть, снять кожу. И пасхальную жертву. Теперь, и там описывается в трактате Шаббата на 124 листе, там описывается такой вариант, что пасхальное жертвоприношение, которое приносится в Шаббат, то сказано, что нельзя использовать эти балки. Почему? Потому что, как Раби Лейзер объяснил, что можно решить эту проблему по-другому. Каким образом? Что человек положит руку на плечо своего ближнего соседа и здесь повешивает тушу. То есть, палка не нужна. То есть, достаточно руки. То есть, да, на руке ее повесили. И таким образом получается, ну, стоп, но эта балка, это кличмель ахтоли и тер. То есть, это вещь, которую используется для разрешенной вещи, она разрешенная сама по себе. И ее запретили. Выводит из этого шара цьюн, хапбитс хайм, выходит, что? Выходит, что если это запретил Раби Лейзер, то тем более то, что называется кличмель ахтоли и сур. То есть, если у меня есть возможность по-другому это сделать, без того, чтобы задействовать вещь, которые обычно используют для запрещенных вещей. Окей. Это с точки зрения источников и разных мнений. С точки зрения глухи практической, то делается так. Если я могу добиться того же результата, не используя кличмель ахтоли и сур, то есть, предмет, инструмент для запрещенных действий обычно, то я буду делать без этого инструмента. Только тогда, когда он действительно нужен, и у меня нет возможности сделать то, что я хочу сделать, разрешенное действие в шаббат, без использования этого инструмента, то я буду его использовать. Окей. Теперь вопрос другой. Мы сказали, что можно переносить вещи, то есть, этот предмет, только лицору гуфовому кумуру. То есть, когда нам хочется использоваться для разрешенного действия или для его места. Но мы сказали о том, чтобы спасти, чтобы он не разрушился, не сломался, не потерялся, бы не украли. Нам нельзя его переносить. Теперь вопрос. А могу ли я создать искусственно ситуацию, в которой он мне понадобится для разрешенного действия, и под это, как говорится, под шумок я возьму эту вещь и уже ее перенесу и положу куда-нибудь там, чтобы он не потерялся, не украли, чтобы ничего не произошло. Например, молоток лежит где-нибудь, скажем так, на улице, по дворе, мой молоток. Я боюсь, что этот молоток там до конца шаббата не пролежит. Я его там забыл. Я его хочу домой забрать. Но его нельзя переносить, потому что домой забрать он в луксер. В принципе, я могу сделать что? Я могу решить, что я хочу поесть орехов. И взять, нужно чем-то колоть те орехи, я могу пойти взять этот молоток, чтобы коротить те орехи. А потом он так и дома останется. То есть, в принципе, можно такое сделать, и это у меня нет никакой проблемы, потому что я могу решить, что я хочу то или другое. И это никого не обманываем этим. То есть, я бы решил это сделать. Мне нужен инструмент для того, чтобы колоть те орехи. Я пошел его взял. И раз я уже взял, тут нужно еще один момент, стоит знать. Когда я взял клещевый рахтолий и сур в руки, то есть, да, или чтобы его перенести с места, если мне место его нужно использовать, то когда он у меня в руках, я не должен закончить действие, все, бросаю его, а, мупцы, все, больше трогать его нельзя. Я могу его пойти и положить спокойно туда, где он будет лежать до конца шабата. То есть, в принципе, я могу перенести и положить даже на место. То есть, если я уже взял его использовать по разрешенному, с точки зрения, по разрешенному вопросу. Окей, теперь вопрос. Этот запрещенный предмет, то есть, клещевый рахтолий и сур, нужно не мне, а моему соседу, другу, ближнему. Могу ли я ради моего друга, собаки, пож, не знаю, животного, взять и перенести этот предмет для разрешенного действия? По этому поводу Мишнабра пишет Вархот Шурхан, что можно переносить клещевый рахтолий и сур, даже если это надо для действия твоего ближнего. Допустим, у соседа пришел к тебе и говорит, что вот так и так, у меня там орехи поколотят, а у меня ничего нет. Если у тебя что-то, я могу дать ему молоток. Или я могу поколоть своим молотком его орехи. Хотя это не мое, это его, но я могу. Но, например, если этот сосед не еврей, и пришел попросить что-то поколоть орехи, но он не еврей, я не могу ему дать. Почему? Потому что он вообще может нарушать шаббат. Он в шаббат не носит. По этой причине он оторван от системы запретов. Таким образом, из-за того, что он оторван системой разрешения запретов, то я не могу... Мы с ним разные в системе координат. Таким образом, для меня, в моей системе координат не срабатывает система разрешения. Потому что нету, скажем так, безвыходной ситуации, когда мне действительно по-настоящему нужно вещь лицеру Гуфовому Кумо, то есть для его использования разрешенного. Потому что не еврей может этот взять и использовать, не знаю, что угодно, вплоть до комбайна. То есть, да, ему все равно. Поэтому система координат не сработала. Но если это животное, которое мое, там, не знаю, коровы, козы, собачки и так далее, и мне нужно, там, не знаю, что-то... Не знаю, разрезать, допустим, пакет собачьего корма или кошачьего корма, мне его нужно открыть. Чтобы открыть, мне нужно срезать кусок. Я могу взять ножницы. Несмотря на то, что ножницы, так лично, кто лису, но для того, чтобы открыть этот пакет ради животного, которого мое, я могу это сделать, чтобы... Это будет разрешено. Это считается до сих пор еще ли 40 гуфов. Так выходит из Тигеля Ледови. Так он говорит на голове. Более того, даже для ребенка, даже для ребенка, если надо с ребенком играть, и нечем играть, кроме, там, не знаю, вещи, которые... Просто не могу представить себе, что в наше время, когда, слава богу, игрушек у нас уже больше и выше крыши, а не как было раньше, что не надо играться с пуговичками, например, пуговичками, да, пуговица, кличный лису, то есть, да, как бы с ней нечего делать, то есть, да, она предмет запрещенный, потому что нужно пришивать сама по себе. Некоторые вообще скажут, что это вообще Мухаммад Буфо, но это тоже вопрос. Я, допустим, дети раньше игрались в это, в шашки, там, и так далее, этими пуговицами. В принципе, если ничего нет, то это развеселит ребенка, то можно это использовать. Есть еще интересная вещь. Сейчас расскажу, то есть, вещь, то есть, людям часто не знают о галахе. По поводу... Вы знаете, по поводу... В шаббат подарки дарить нельзя. В каком смысле подарки дарить нельзя? Нельзя подарить подарки, чтобы они стали... Стали имуществом тому, кого кому дарят. По причине того, что в шаббат запрещено делать куплю-продажу. Таким образом, если я приношу подарок человеку, это не может быть его до конца шаббата. Но есть вопрос, я ему хочу это принести. После шаббата он войдет во владение этой вещью, то есть, да, она станет его подарком, он станет его хозяином. В шаббат он этого не сделает. Но я хочу ему принести и подарить в шаббат. А эта вещь, это какой-то инструмент или так далее, который, в принципе, большее использование обычно для запрещенных вещей. Поэтому кличи муляхтоль рису. Например, я хочу подарить подсвечники. Окей? Я хочу подарить подсвечники. Не серебряные, но серебряные подсвечники дорогие. Это мукцы махаматки-салонкисты. Переносить в любом случае нельзя. Я не знаю, стеклянные подсвечники, металлические подсвечники, деревянные подсвечники, то есть всякие вещи. В принципе, это кличи муляхтоль и сорт, потому что на них зажигают свечи, то есть с ними нечего в шаббат особо делать, как мы сказали. Могу ли я в шаббат-то принести? Или нет? Будет ли считаться это лицо рук ГУФО, то есть, да, для того, чтобы использовать, скажем, для разрешенного действия. И в тос-фот, и также вражба, в мудрецах первого поколения, приведено, что обрадовать ближнего подарком в шаббат является использованием для разрешенного действия. Таким образом, можно посылать в шаббат, даже в шаббат, какой-нибудь инструмент, который обычно используется для запрещенных действий. И так привел Архотов на шаббат. Из этого выводит Раби Акива Игер, почему привел правосвечники, что можно в шаббат послать подарок, допустим, есть свадьба, то есть, да, есть такое понятие шаббат-хатам, то есть шаббат, когда жених поднимается от тора и так далее. У Ашкина зовут шаббат перед свадьбой. Допустим, у меня на этой неделе будет шаббат Порошат-Корах. Это был 20 лет назад мой шаббат-хатам. Потом у меня, что на следующей неделе у меня 20 лет годовщина свадьбы. Вот. И это шаббат перед этим. Так вот, человек хочет прислать подарок на шаббат-хатам. Пишет Раби Акива Игер, что можно принести в подарок в шаббат на шаббат-хатам. Правда, он пишет серебряный подсвечник. Но мы уже объясняли, что Раби Акива Игер считает, что серебряные подсвечники не являются мукцина хаматха самкис. То есть, да, мукцина за свои ценности. Но хазун иш и так далее, и так далее. И Кукиусев считает, что это мукцина хаматха самкис. То есть, да, это мукцина по своей ценности и переносить вообще нельзя. Но если мы возьмем как принцип, то есть, в принципе, можно принести вещь, которая к личным графом Иису. Допустим, подсвечники не серебряные. То есть, да, это можно подарить. Окей. Я думаю, что мы поняли вот этот вот аспект, что такое царь Гуфо. Мы сказали, мы объяснили, что если есть у нас любой разрешенный предмет, наряду с запрещенным, что можно делать, можно приносить, нельзя приносить. Мы говорили, что мы объяснили, создать ситуацию, когда мне понадобится предмет, который к личным лафтоли и сур. Также мы объяснили, что если это нужно ближнему, а не мне, считается ли это для нужды, то есть, для использования для ребенка, для животного и так далее. И сейчас мы разобрались обрадовать своего ближнего, считается ли это лицарх Гуфо, то есть, считается ли это ради использования разрешенного обшивания. Сейчас мы перейдем к следующему этапу. Лицарх Мэкумо. То есть, мы сказали, что можно переносить к личным лафтоли и сур, это предмет, инструмент, который предназначен для запрещенного действия, его можно переносить ради его места. Что имеется в виду? Например, если предмет этот или инструмент лежит на месте, которое хотят использовать, например, на столе, а мы хотим его накрыть и поставить на него блюдо, или на кровати, я хочу лечь на этой кровати спать, или он стоит, допустим, лежит на кресле, в котором я хочу сесть, то я могу взять этот предмет и перенести его. Более того, даже если предмет находится на полу, и он мешает людям проходить, то есть, да, они могут споткнуться, он мешает проходу или так далее, то его тоже можно сдвинуть. Окей? Теперь вопрос другой. Скажем так, предмет, когда он, скажем так, он мешает, но он мешает больше визуально, чем по-настоящему нам не нужно его место. Например, лежит на столе, вот этот стол я использовать не буду для шабата, но когда ты заходишь домой, то есть, как бы, то есть, шабата, скажем, знаете, шабат, когда накрываешь, когда шабат выглядит дома, накрывают скаперки, убирают вещи, то есть, такой вот порядок и так далее, а вдруг у тебя посреди зала, там, где белая скаперка стоит, при котором шабата, стоит стол, и там, допустим, валяются всякие предметы, инструменты, которые, скажем так, мешают шабатному виду. Так вот, они не, вам места их не нужно, но они, скажем так, мешают глазу. Шмирача Бабки Илхата написал, что их переносить нельзя. Почему? Потому что все разрешение лицовых мухумов, то есть, ради места, это когда нужно непосредственно то место, на котором находится инструмент. Но когда человеку не нужно использовать это место, но просто ему мешает этот инструмент на том месте, где он лежит, то есть, выглядит не очень, когда у вас посреди стола лежит молоток, топор и что-нибудь еще, то есть, посреди зала, хотя не мешает с точки зрения использовать что-то, то в этом случае это не является определением лицовых мухумов, то есть, для места, потому что это место вам не нужно. но Шмираджа Баткилхатавс Носкин написал от имени одного мудреца Хахамы Хады, что если из-за того, что человеку будет неудобно, неприятно пригласить гостей из-за того, что этот предмет лежит там, где он лежит, то это считается лицовых мухумов, то есть, то, что он там лежит, мешает привезти гостей в дом, таким образом, его нужно откуда убрать. Таким образом, кстати, еще одна вещь, допустим, цфелин мы еще с цфелином разберемся, то есть, это уже будет на следующем уроке, что цфелином и как, является он предметом запрещенным, потому что есть вещи, которые они или цорр, или сурву, или терпель, или разрешенного, и для запрещенного, и для разрешенного, и вещи, но это мы на следующем уроке поговорим. Так вот, лежит цфелин в комнате, и дело в том, что человек хочет, скажем так, женатый, хочет исполнить, скажем так, заповедь супружескую, быть женой. Когда там лежит цфелин, это выделать нельзя. Таким образом, то есть, в принципе, место там, где лежит цфелин, ему не нужно. С другой стороны, если цфелин там будет лежать, то он не может в спальне быть с женой полагается. И Алха, так пишет, допустим, что от Филхата от имени Равши можно вынести цфелина по причине того, чтобы его там не было, хотя не его место нужно, но если он там будет продолжать лежать, то я не смогу делать то, что я хотел. Окей. Это еще. Давайте еще пойдем по примерам и выясним еще несколько вещей, связанные с нашим вопросом. Стиральная машина, например, стиральная машина является, вот такая большая, является инструментом, которое предназначено для запрета. Таким образом, если человек обычно не складывает, допустим, грязное белье напрямую, в будние дни напрямую, постоянно прямо машину, пока их не включат, то тогда ему будет запрещено открывать дверь стиральной машины. Причем мы говорим о двери стиральной машины, когда ничего электрического нет. Просто он механически открывает, закрывается. Конечно, если там электрическая, это другая проблема. для того, чтобы положить туда грязные вещи. Например, если, также запрещено закрывать дверь, но если дверь мешает стиральной машине пройти, допустим, она стоит открытая, и она мешает пройти, или, скажем так, из нее воняет, или еще чего-нибудь, то можно закрывать. Почему? Потому что это является лицорых ме-ко-мо. То есть, в принципе, нужное место это двери, которые, хотя это клише милов то ли и су, то есть, инструмент, который для запрещенного действия, но в этом случае можно ее закрывать. Какие еще примеры у нас есть, скажем так, клише милов то ли и су? Предметов, которые, инструменты, которые используются для запрещенных вещей, например, ручки, карандаши, точилка, кисточка, кстати, лист для матпеса, то есть, для печатной машины, для, как называется, по-русски, матпеса, для печатной машины, для ксерокса, я знаю, матпеса, на русском языке, называется матпеса. Вот. А также, допустим, специальные листы для каллиграфического писания, которые человек красивый пишет, это все калиши милов то ли и су? Свечи, спички, сигареты, кстати, сигареты являются калиши милов то ли и су? То есть, инструмент для запрещенного действия. Кстати, я думаю, не только из-за того, что огонь зажигают, но потому что здоровье вредит. Окей, в любом случае, все это вещи, которые входят в эту систему. Теперь, у нас еще один вопрос, который поднимается с... у нас вопрос, если я, скажем так, у меня есть возможность, у меня есть калиши милов то ли и су? Это предмет, который предназначен для запрещенного действия. Я могу без того, чтобы взять, я могу его, скажем так, скинуть. Я могу, скажем, стол дернуть, он упадет на пол или там куда-нибудь закатится, он больше уже не нужен. Могу ли это, нужно ли мне это делать, то есть могу ли, скажем так, есть ли у меня приоритет сбить его таким образом, а не переносить, чтобы освободить место от него. Мишнаб, мы на голову устанавливаем, что не нужно, из-за того, что есть разрешение переносить лицо рахмакумо, то есть, да, ради его места, то мы можем взять и перенести, не надо, то есть, никакие патенты там, боком, рукой, локтем сбивать и так далее, можно перенести, в этом нет никакой проблем. Кстати, стоит отметить, напомню еще раз, что есть предметы, которые являются вроде бы по сущности своей предметами для запрещенного действия, и они должны были быть, по идее, разрешены ради гуфо макумо, то есть, ради своего использования, если там разрешенную вещь, или для места, скажем так, как их, но они неразрешены, например, если есть особый нож, как мы говорили, шохит, или мойлер, или, допустим, молоточек, которым шлифуют ювелиры свои изделия, или что-то подобное в этом, то есть, люди, которые, скажем так, очень-очень-очень сильно следят, чтобы у них не использовали ни для чего другого, кроме как прямого использования, по назначению. В этом случае это не клиши милахту лицов, это мукцы махамад хисрон кис, это мукцы из-за своей ценности, таким образом, его нельзя переносить вообще, то есть, не так и не по-другому. Есть вопросы, интересные, по поводу предметов, которые являются, скажем так, защищают человека или спасают при опасности для жизни. являются ли они мукцы. Например, всевозможные медицинские инструменты, то есть, да, те или иные, которые нужны для того, чтобы спасать человеческую жизнь. Разные инструменты, какие угодно. Урхот Шаббат пишет и говорит, они не являются мукцы вообще, то есть, да, те инструменты медицинские, которые используются ради спасения человеческой жизни, не являются мукцы вообще никак никогда. Потому что они всегда, человек всегда держит их в голове, что их нужно использовать, они, у них есть предназначение для разрешенного действия спасать жизнь человека в Шаббат, поэтому они по определению вообще не будут. Таким образом, например, пистолет, автомат, рации и другие предметы, охраны, которые используются обычно для того, чтобы защищать человеческие жизни, будь то свои, будь то охраняя кого-то другого, не являются мукцы вообще. Почему? Они являются клищами лахто легейтер. Это появляется, то есть, предмет, действие которого для разрешения, разрешенного действия. Почему? Потому что в Шаббат можно защищать человеческие жизни и охранять таким образом, да, он пистолет, я смотрю, показывает в окна. И таким образом они являются разрешенными. Кстати, кто это постановил? Это написал Рав Горен в Маши в Милхамад. А также это привел Урфот Шаббат. Рав Горен, можно сказать, Рав Горен, он был главным военным раввином и так далее. Некоторые харидимные люди на него не полагаются, хотя он был величайшим мудрецом Торы, просто гениальным человеком, который в 16 лет написал комментарии на Руссалимский Талмуд, причем очень глубокие. Мало таких людей вообще, даже не сегодня, когда было, которые были на таком уровне знаний Торы, глубины. К тому же, из-за того, что он знал сутку армии, он понимал прекрасно, что и так, и почему. Но и Урфот Шаббат, которая является книгой весьма харидимной, тоже пишет, что это не является запрещенной вещью. кстати, даже любую мукцию, если у нас есть, у вас есть больной человек, и ему нужна эта мукция для того или иной вещи, которая разрешена в Шаббат для него, как больному человеку, то можно переносить для него эту мукцию. Это нужно знать. У нас осталось еще разобраться с электроприборами. Дело в том, что, как правило, электроприборы, как правило, не все, но как правило, у них закон, то есть их закон это кличи милахтулийсу, то есть предмет, аксессуар, который используется для запрещенного действия. Таким образом, если нужно их место, или и они сами для разрешенного использования в Шаббат, то их можно двигать. Окей? Кого мы имеем в виду в этих случаях? То есть о каких-то мы идем, говорим вещах, например, о вентиляторе, о махшире дим, допустим, знаете, такой для детей ставят, который увлажняет воздух в комнате, стиральную машину уже упоминали, сушилка, холодильник, печка, даже машина, даже машина, она клещем рафтулийсу. То есть, да, если вы, нам нужно машину сдвинуть с места для того, чтобы пройти, а машину физически так много мужиков поднять и сдвинуть могут, то ее можно передвинуть в Шаббат. То есть, да, например, я просто не представляю себе ситуацию, когда вам понадобится реальное ее место на стоянке, но в принципе, то есть, глобально. Таким образом, что получается? Если есть вентилятор, который работает и его дуновение вам в лицо мешает, его можно развернуть и переставить в Шаббат. Потому что, то есть, это лицо руку фоу муху муху муху. Или наоборот, он стоит в одной стороне комнаты, то есть, пока вы его не отключаете, то есть, да, но вам нужно, чтобы он вам дул сюда, то переставьте. Кстати, есть очень интересная вещь, некоторые включают, есть вот такая кнопочка, чтобы у него голова двигалась. Тут нужно быть очень аккуратным. Когда-то она была механическая, поэтому проблемы не было. То есть, как лицо руку фоу муху муху муху, это для того, чтобы, то есть, для его места, для его использования. Но проблема в том, что сегодня они почти все электронные. Поэтому, когда вы это трогаете, выключаете электронный датчик. Поэтому это делать в Шаббат нельзя. Стоит об этом знать. То есть, даже у этих, у простых вентиляторов, то есть, те, которые новые крутые вентиляторы, там кнопки, чтобы укрутить вовсе стороны. А даже у простого, без этих крутых кнопок, тоже есть эта проблема. Окей. Но это все хорошо и замечательно, пока мы не установили этому предмету его место. Таким образом, если мы установили ему определенное место, и он на этом месте всегда стоит от этого места, никуда не двигается, оттуда, то тогда он превращается в мукца мхамадхи с рон кис. То есть, да, мукца по причине своей ценности. И тогда его двигать вообще нельзя трогать. Например, настенный вентилятор. Тот, кто не знает, настенный вентилятор, если некоторые подходят, его поворачивают, чтобы он на себя на вас дул. Его нельзя поворачивать, чтобы он на вас дул. Потому что он мукца мхамадхи с рон кис. Он не тот вентилятор на полу стоит. Или мозган, то есть, кондиционер. У него есть лопасти. Некоторые залазят, направлять лопасть на себя нельзя ковшим ободелом. По причине того, что он висит на месте, и он там зафиксирован, он является не клещем эрахтоли ису, то есть, предмет, который для запрещенного использования, он является мукцами хамадхи с рон кис. Таким образом, вот трогать нельзя и двигать нельзя. Более того, трогать лопасти без нажимать, я говорю, правильно, нужно руки отбить, потому что ты ломаешь вообще, то есть, весь генон, он просто сломается. Нельзя руками подвигать лопасти, потому что все это двигается, не лопасти, а вот эти вот направления его, потому что они с пульта включаются. У них там электрические стоят эти датчики. Когда ты делаешь вручную, ты их просто ломаешь. Поэтому их нельзя трогать. Что еще? Естественно, сюда входят также возможные предметы, которые, допустим, фотоаппарат, компьютер и другие, так скажем так, телефоны, все такие вещи, которые, скажем так, очень-очень человек бережет их, чтобы они не попали никуда, чтобы они не разбились, не упали и не используют, так скажем так, для того, чтобы орехи колоть. Правда, раньше были мотороллы, кто помнит, еще в 90-х годах, мы их называли орехококками, и можно было орехи колоть. Ничего по этим мотороллам не было, но сегодня смартфоны, они очень нежные, по этой причине человек не будет их использовать для других действий, и они тоже мукцы, мехаматки, фонкис, несмотря на то, что они, по идее, инструмент или предмет, но у них нет этого разрешения. Теперь, напоследок, останемся, последний вопрос, всевозможные электроприборы, у которых есть спираль, спираль, которая накаливается, или у них есть, скажем так, или спираль, или еще, или нитка накаливания, или всевозможные виды нагревательных гуфхимум на иврите, это называется, пытаясь найти русский аналог этому слова, то есть устройство для обогрева, которое есть, нагревательное, что-то нагревательное, то есть иногда металлические вот эти вот штуки, спирали, и так далее, и так далее. То есть по поводу таких, у нас есть очень интересная вещь, марат, трактати, шаббат, на 44-м листе и приведутых Шуханрух говорит, что запрещено в шаббат переносить подсвечник или свечник, раньше свечник, надо понимать, когда Шуханрух говорит свечи, что она имеет в виду? Она имеет в виду лампу Аладдина, окей? Почему? Потому что эти лампы, это и есть свеча, то есть, да, в нее заливали масло и в носик вставляли в петиль, это и есть свеча. Так вот, вот эту вот свечу нельзя переносить в шаббат, даже после того, как поглопотув огонь. Почему? Потому что само пламя огня запрещено его переносить. И дело в том, что сама лампа эта, сама свеча, то есть, на которой был этот огонь, она была базисом для запрещенной вещи все время в сумерах. Мы еще об этом будем говорить, мы уже говорили потом. Таким образом, это стало запрещенным на весь шаббат муц. Окей? Почему, кстати, запрещено это делать? Потому что запрещено трогать, почему нельзя то есть, точнее, огонек переносить? Потому что есть в этом запрет мавир, то есть, зажигать огонь. Почему? Потому что, когда я несу фитилек, то масло плескается. Когда масло отходит, огонь начинает спускаться, это запрет, махабе. Когда же масло подходит больше, то огонь разгорается сильнее. Это мавир, это запреты Тора. На минуточку. Это одно объяснение, так пишет Ратва. Или проблема в том, что ты не можешь прикоснуться к огню, то есть, к горящему огню, так он слишком горячий, взять в руки нельзя. Таким образом, эта вещь не предназначена для никакого использования в шаббат, и она является ничем иным, как мукцы Махамад Гуфо. То есть, да, в принципе, мукцы по своей сути. То есть, с этим ничего делать нельзя, и по этой причине это все запрещалось. Теперь, из этого галактические авторитеты современности, которые говорят уже о современных электроприборах, в которых есть, скажем так, накалывание чего-то, они запретили переносить предметы, у которых есть или нить, или спираль накаливания, или, скажем так, любой, скажем так, система нагревания. Если они работали до начала шаббата и в шаббат через все сумерки, то есть, до выхода звезд, то есть, если они все это время работали, даже если потом выключились, они запрещены уже для переноса, они не являются клещами лавтови и сухи. Так они считают, так рожьми на шаббатский выхода и так далее. Причем, переносить их нельзя, когда, как мы сказали уже, даже когда они уже выключены, почему? Потому что они стали мукцы уже во время сумерков и все, они теперь на весь шаббат. Но, если человек настроит шаун-шаббат и они будут выключены до наступления шаббата, через все сумерки, до выхода звезд и включатся шаун-шаббат в шам-шаббат, они не станут мукцами. поэтому тогда, когда выключится их обогрев, их можно будет переносить, как любое клеще миров, то ли и сур, если нужно это место и так далее. Тогда это можно будет. Да, но есть еще один вариант. Человек, допустим, говорит, стоп, стоп, мукцы это на что? Когда я в голове себя держу, то есть я этим не буду пользоваться вообще, то есть я из своей головы его выкидываю. Он как бы называется макцеби датоп, то есть оставляю, то есть все, он там, я здесь, у него у меня шаббат, он мне больше не нужен, все. Теперь, я в голове это не делаю, говорю, наоборот, я уберу, что я его, да, может, буду использовать. Если я это делаю, можно ли будет его передвигать? Перестанет ли он будет мукцей? По мнению Шурхана Руха, он не будет мукцей. Я не буду заходить, это тяжелая тема, есть сейчас манали мукцей, она с манали мукцей, а по мнению Рома, был мукцей, останется мукцей, потому что он уже вошел в это и твои мысли никому не помогают. Окей, теперь, тут нужно важный момент. Все эти, кто-то едет, сирены какие-то, вот, есть очень важный момент, то, что мы говорим, что он становится мукцей полностью запрещенной, это когда мы, из-за того, что мы говорим, что у него есть нить накалывания, спираль накаливания, какое-то, то есть еще что-то существенное, нагревается, но мы не говорим о электричестве. Электричество не является в этом случае, то есть электроприбор, если у него нету спирали, нити, какого-то, то есть тела, которое нагревается внутри него, это, скажем так, импульс электричества, электрическое напряжение не является огнем. Таким образом, он не запрещает электричество, даже самоработу, то есть электрический прибор, он не запрещает предмет электрический и не делает его мукцей абсолютным. Он оставляет его в факторе то есть предмет для запрещенного действия. Так пишет, действительно, он пишет так, все то время, пока, а у него не воплотилась сила этого, и это неощутимая вещь или невидимая, понятно, что он исчередается вещью, в которой нет сущности своей, потому что электричество вы его увидеть не можете, по-настоящему, электрический импульс. Вы видите его последствия, но вы не можете увидеть самого. То есть, да, поэтому называется даваршин бомомаш, у него нет сущей, по существа, это импульсы. Таким образом, невозможно сказать, что он даваршин, басистый даваршин, то есть он не базис для запрещенной вещи. Поэтому в этом проблемы нет. Окей. И, кстати, все, что мы объясняли, все хорошо по поводу спирали и так далее, и так далее. Равмош и Фанчшин говорят, ребята, весь этот запрет относится только к огню. Спирали, накалывающие нити, и так далее, и так далее, не являются запрещенной вещью. По причине того, что они сами по себе предметы, инструменты. Огонь – это вещь, которую невозможно взять. Огонь – это вещь, которая нет, она не является что-то, скажем так, что можно пощупать, ее невозможно… То есть у нее нету, пока она не закончится выгорать, у нее нету времени, то есть, которое можем продумать и заранее запланировать его отключения. Пока оно само не сгорит, оно само выйдет. Я не могу ничего с детства делать. Нить накалывания или спираль накалывания или другой нагревающийся предмет, я управляю, когда он включится, я могу наше шаббате сделать и тогда он выключится. Таким образом, я не выключаю его из своего сознания шаббата. Поэтому он является, любые эти вещи, в которых есть спираль нагревающийся или нить нагревающийся, накалывающийся и так далее, они являются, как и все остальные, клещи, то есть их можно передвигать ради разрешенного действия или когда мне нужно их место. И так приводят, так выходит с Хазун Иши, так приводят Равуш. Вроде Равшинон Замон Орбах приводит, Цефер Мауре. Хотя в Цефер Мауре Мауре Эш, то есть Мауре Эш, как книга, Равшинон Замон Орбах, он по-настоящему в конце концов это тоже запретил. То есть он разрешал, он запретил, потому что это выглядит, как будет действие, если все разрешено. Кстати, о чем мы говорим? Мы говорим, допустим, есть обогреватель со спиралами. То есть вопрос, шаббат, можно ли его сдвинуть, если он мешает мне то, что с прохода, убрать его. И допустим, он выключился, я хотел его убрать, то есть оттолкнуть его куда-то. Так вот, если мы идем по мнению, что любая вещь, у которой есть спираль накалывание, она запрещенная, если же мы говорим, что это кличем, аль-а-фтоли и сур, потому что когда, то тогда, когда она выключится, то можно. Тоф, давайте подведем итог, так мы уже немножко задержались, этими нашим предметам, у которых есть спирали накаливания и так далее. Скажем так, если глубоко прочитать то, что приводят разрешающие, то есть мнение, их объяснение не очень простые. Они пытаются, скажем так, очень сильно изгибаться для того, чтобы разрешить. Да и абсолютно большинство галактических авторитетов запретили передвигать эти вещи, то есть электрические, в которых есть спирали или нити накалывания и так далее. И в принципе, если совсем-совсем страшно, не нужно, то лучше в этом устражить и принимать их за мукцы. Но все это правильно, когда, если эти предметы работали от начала Шаббата, то есть когда начинается с тела солнца и до выхода звезд. То есть если они полностью работали, весь этап начала Шаббата, то есть входа Шаббата, от захода солнца и до выхода звезд. Если же все это время они были выключены, что он Шаббат и включил Шаббат, то тогда они остаются в своем статусе, к лишим Рахоли и Суру их можно передвигать тоже. Кстати, сюда входит, допустим, лампа. Если у вас есть лампа настольная, можно ли ее подвинуть, если она бьет в глаза? Или больше предметы, чтобы она лучше горела? Если у нее лампочка с нитью накаливания, то нельзя. Но если это леди, то это к лишим Рахтули и Суру. Потому что леди это не накаливание. Не накаливание. Это что? Это просто электричество. Это запрет мудрецов. По этой причине это всего лишь к лишим Рахтули и Суру. Это предмет для запрещенного использования. По этой причине ее можно в Шаббат, то есть, выключать участие, если нельзя, но ее можно, скажем так, наклонить, чтобы лучше было видно или наоборот развернуть, чтобы она в глаза не била. когда-то был патент, махунцом это, лампа, которой можно пользоваться в Шаббат, чтобы ее выключить. Там была такая заслонка закрыть, чтобы свет не шел. Это все, сегодня можно просто ее развернуть. По причине того, что когда эти заслонки делались, тогда еще не были ледовских лампочек. Все лампочки были, лампочки накаливания. По этой причине они были запрещены для движения. И тогда нужно было просто такую заслонку закрыть, чтобы она в глаза не била, если ты хочешь спать. Сегодня еще Шаббат есть. Стоп! На этом мы сегодня закончим. С Божьей помощью на следующем уроке мы поговорим, то есть на следующем уроке по мухце, по законам Шаббата мы будем говорить о то, что называется кли легетер велиису. То есть предмет, который используется и для разрешенного действия, и для запрещенного. А потом мы поговорим о предметах, который только для разрешенного. То есть клилии и тег. То есть это будет наша тема следующего урока. Божья помощь, на этом мы сегодня закончим. Всех, кто нас слушал записи, я заканчиваю на этом записи. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok, субтитры сделал DimaTorzok, субтитры сделал DimaTorzok, субтитры сделал DimaTorzok,